В Москве на улице Старый Арбат проходит демонстрация изделий якутских мастеров декоративно-прикладного искусства. Сюжет нашего корреспондента в Москве Натальи Сазоновой. Арбат – это не только пешеходные зоны в самом центре Москвы. Это прежде всего особый дух московской культуры и истории. Здесь собираются поэты, художники, музыканты, иностранные туристы. Здесь же сосредоточены дорогие магазины с интереснейшим ассортиментом. В эти дни Арбат проводит фестиваль мастеров декоративно-прикладного искусства. Среди многочисленных товаров свои работы представила Республика Сахар. Вопрос у нас разрабатывался и задумывался уже давно. А вот реализацию этого мы решили с этого года. И вселенаправленно мы хотели попасть на Арбат. Так как Арбат – это мекка для наших мастеров. Идею поддерживает Министерство культуры. Мы с ними вместе все это обсуждали и делаем. Получается, мы общественные организации сделали первое движение. Мы пришли на практику. Мы студенты Северо-Восточного федерального университета, да, кафедры социального сервиса и туризма. Конечно, нравится. Приезжает очень много иностранцев. И мы рассказываем своей земле. Отрадно, что якутские выставочные экземпляры вызывают большой интерес у публики. Мне нравится резьба по кости и по раковине. Рельефная резьба. Достаточно интересная. Еще мне впечатление произвели колокольчики из керамики. Всегда большое содействие в организации и деятельности якутян в Москве проявляет постоянное представительство. Тем самым вселяя вдохновение и веру в успех. Мы будем заниматься, раздвигать границы узнаваемости республики. То, что мы называем модным словом имидж. Мы даже можем говорить, что каждое наше движение, каждое общение, каждое коммуникация, которую строим в Москве, это мы каждому, с кем мы поздравились, прививаем вирус, действительно вирус любви к Якутии. Вот это наша основная задача. Добавим, что выставка на Арбате приурочена к 385-летию вхождения Якутии в состав российского государства. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НБК САХА, Москва.